МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадовую компанию Гомелю, студии Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Подарунок до 7-го листопада. Сёння открыли мост по Межжитковичаме и Туровам. Безбройная перед махчымой небезпекой МНС проверяет интернаты. Прыгода англичанина у Беларуси. Найджел Робертс выпустил черговый доведник по нашей краине. У добрые руки. Гомели провели акцию по латкованне бездомных живел. А зараза б гэтым иншим больше подрабязна. Сёння одновленный рух транспорту по мості Праспрыпять помежж Житковичаме и Туровам. В урочистой церемонии открытия реконструированного объекта принял дел президент Беларуси Александр Лукашенко. История ударной будовли у Матреяле Олега Синцерова. Проблема с так званым Турусским мостом возникла на початку снижения минулого года. Коли на 190-метровом монолитном пролёте значили расколену. Увыненько с початку спонили рух автомобильного транспорта потами пешеходов. Специалисты назвали некольких причин. Мост будавался по экспериментальной технологии, якая оказалась и не вельми удалой. До того, новое пролётное сбудование у четыре раза легче. Сирот инших плюсов, ведь бесстеплый термин будовничьих работ у сего каля полгода и значная экономия бюджетных сродков. Финансование будовництва моста Прасприпять велось из трёх крыльниц. Три миллионы сродки державной инвестпрограммы, три с половой миллионы заробили на Республиканском субботнику, а май 44 миллионы стал кредит Банка развития. Минавито такая сумма предуглеживалась архитектурным проектом. Правда, и тут будовники сдолили вызначиться с лепшого боку, и они сэкономили 15 миллионов. У вынику реконструкция моста обошлась у 35 миллионов белорусских рублёв. Рашение о реконструкции моста Прасприпять, як и проведение необходных сродков, при малосе президентом Беларуси Александр Лукашенко увогули трамал год работ на особистом контроле. Почас взрыва неоткрытия, керавник державы кажа, что не просто задача выканана поспехово. При этом работники дорожно-будовничьей сферы не только вырошили складанные пытания и достигнули поставленных метов, але и трамали корыстный опыт. Люди живут везде, не только на трассах республиканского значения. Есть и местные, там живут люди, и некоторые местные нам дороги и мосты не менее важны, чем республиканского значения международного. Поэтому в первом квартале будущего года у меня будут на столе результаты всех исследований, мы примем окончательное решение в целом. Сегодня мы договорились о том, что 3-10 мостов мы немедленно с завтрашнего дня включаемся в работу, создаем коллективы и начинаем ремонтировать и модернизировать, где-то менять дополнение к тем 20 мостам, по которым сегодня в стране идут работы. Представляете, 25 где-то мостов, в течение года мы будем на них работать. В принципе, средства мы на это найдем. Отсутность инших автомобильных и пешеходных шляхов Прас-Припидь оказала негативный уплыв на ситуацию в регионе, причем не только экономицы. Туровщина – еще и популярный туристичный регион. Инший раз, для того, как трапить сюда Житкевичу, необходимо было ехать в объезд Прас-Мазыр, где-то додатковые 300 километров. Будовництво понтонного моста проблему полностью не выросло. В зимовый и весновый час эта переправа в уголе практически не працевала. 6-я листопада стала опошнью в днем ее работы. Уже на этом тыдне начнется демонтаж понтонного моста. Житкевичу, Утуру и Дадей на Брещину можно будет по стационарным реконструированным мостам. Провели испытания специализированной организации. Нагрузки составляют больше 90% максимальной. Не та, которая будет ходить по мосту, а максимальной в расчете. То есть это даже выше того, что предполагается на мосту. Все показало, как положено, практически копейка в копейку. Ничего не превысило прогнозируемых значений. Поэтому, конечно, такие конструкции, по крайней мере, вот эта металлическая часть 192,4, она должна служить, как генеральный директор Гомель Автодора сказал, не менее стали. Олег Чентюров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомель, Житковский район. До инших тем. Безпека потребой дисциплины, якость выполнения потребований у директивы номер один обмерковались сегодня на областном семинаре у шпиталей инвалидов Великой Айчинной войны. Проведение встречи инициовало Головное управление Аховы здоровья Гомельского облаканкама. На ее собралось около 150 человек, отказные за транспорт, механики гаражов, специалисты службы Аховы працы, старшини профсоюзных комитетов. Занепокоенность, выкликая рост выпадков вытворчага травматизму, увы, никуяких работники гинули альбу отрымливали тяжкие травмы. Так, у Беларуси за 9 месяцев загинули 111 и отрымали травмы 508 человек. У Гомельской области 18,64 отповедно. По стане на конец Кострышника колькость загинуших узросла до 22, тяжко травмированных до 70. Особная гутерка ишла и об попередживании аварийности при эксплуатации подведомостного транспорта. Особое внимание будет уделено разбору дорожно-транспортных происшествий с участием нашего подведомственного транспорта учреждений здравоохранения. По статистике за 2017 год было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, за 10 месяцев 2018 года 14. 8 из 14 дорожно-транспортных здарений отбылись по вине водителя у транспорту, які належать установам аховы здоровья. Автономные пожарные оповещальники без батареек, не перезараженные вогнетушители, супрать пожарные двери без замков. Без лишь порушения у пожарной безопасности выявили сегодня супрацовники МНС в Гомельском интернате, який належит будовниче-монтажному технику номер 716 филияла открытого акционерного товарыства «Трест Бел Трансбуд». Чому зникло стольки небезпечных недохопов, доведалася Марина Джалая. Сюды воротовальники приходить не в першиню, як правило, знаходить порушения. У лепшой часы у интернате не было ни одного пустого покоя. Тут проживало до 200 человек. Зараз у сего 37, з их 9 детей. Все семьи живут на розных поверхах высотки. А вот системы пожарной сигнализации тут нема. В заселенных покоях есть автономные пожарные оповещальники, але без батареек. На лесвичных пляцовках вогнетушители, але о малюсе непридатны до використания. Многие треба было перезародить некальки годов тому. На все зауваги у керовництва интерната отказ один. Няма грошей. Але обяцают по мере махчымасти ситуацию выправить. Действовать мы будем всегда и после проверки, и не только рассчитывать. Будем только на свои силы, скажем так, по мере поступления денежных средств. Не поступления, а их заработка. Поэтому все, что указаны, недостатки были выявлены. Будем устранять. Не все сразу, но постепенно. Поколь же отрымливается, что коли сдарится пожар, то вся надея на швейцара. Так тут называется посада вахтера-интерната. В первую очередь позвоню по телефону 101 и 112 МЧС и пожарная 101. Затем оповещу руководство своего начальника, ему позвоню. Он руководителям всем позвонит. Я потом набираю номера телефонов, которые у нас записаны, которые находятся люди в общежитии, и оповещаем все. Открываю запасные выходы, двери, и все эвакуируется. Олег, расслумачили супрацовники МНС. Этот алгоритм действий неправильный. После телефонования по номерам 101 и 112 нужно сразу оповещать людей, принимать экстренные меры по их эвакуации и тушить пожар. Потом встретить выротовальников и только после этого телефоновать к правительству. Ежедневно на территории Гомельской области проводятся мониторинги состояния пожарной безопасности объектов, в рамках которых пристальное внимание уделяется наличию исправности первичных средств пожаротушения, неисправности систем автоматики объекта пожаротушения, дымоудаления. Также пристальное внимание уделяется отработке правильных действий персонала в случае возникновения пожара и вообще знаниям своих действий в случае чрезвычайной ситуации. Дарыш, интернат, будавнейши монтажного техника номер 716, давно планують передать на баланс ЖРУП «Советская», для чего треба выконать шерох потребований. Это как дробный рамон, так и глобальные и вельми затратные працы, замена инженерных сеток и установка системы пожарной сигнализации. Зарабить это самостоянно, керавництво БМЦ не устанем, стратному предприемству финансово не под силу. По коль же керавництву треба, як мога худше, разобраться с затриманными предписаниями МНС, бо супраць порушальников правилов пожарной безопасности, по выниках проверки, будет распочатый администрационный процесс. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель». У Беларуси створены один экол-центр для наркозалежных и их близких. У минулым годе по инициативе Министерства внутренних справ распрацованный информационный ресурс «Памогут.БЮАЙ». Основная мета проекта – профилактика наркомании и практичная допомога наркозалежным особам. Проект створены при непосредном отделе управления ААН по наркотиках и злочинности. Министерство охоты здоровья громадских организаций. На сайте собрана важная информация об проблеме наркомании. Так само размещены перолик организаций, які оказывают послуги залежным и тем, кто знаходится у стады ремиссии. У рамках проекта працует один консультационный центр. Специалисты будут оказывать допомогу круглосуточно по телефону и в интернете. Державные узнагороды и черговые звания сегодня отримали супрационники Гомельского областного управления судовых экспертиз. Церемонию провели на переддень 7 листопада. В среду назначенных шесть специалистов. Кожный лепшу в своей справе. За бездакорную службу уручали медали третьей ступени. За выслуху присвоивали черговые звания. Узнагородженные могут быть прикладом для переймания. Их заслуги признанные. Однако это значит, что цяперым треба працавать на высшейшем узровне. Для меня большая честь в преддверии праздника получить государственную награду. Мне очень приятно. И в то же время она меня обязывает еще более упорно трудиться и выполнять свои обязанности. Английский юрист и письменник Найджел Робертс презентовал у Гомель четвертое выдание своего туристичного доведника по Беларуси. У першыню англичанин приехал у нашу краину в 2001 году. С тех часов поспел побывать у Беларуси больше, как 30 разов. Свой перший доведник он выпустил 10 годов тому. Гэта была першая туристичная книга про Беларусь на английской мове и тараж худко разышался сярод читачоу. Зараз Найджел Робертс бачит свою миссию тем, как побудовать мост помеж туристами с Захаду и нашей краиной. Чатвертый доведник вышел таражом 4000 экземпляров. Гэта не просто сборник славутостей в Беларуси худшей, широе аутерское оповедание про краину, сустреча зе ежихарами и цикавые падеи. У книгу вайшли и описание новых местцев. Так, в минулом годе аутер здесь не у тур по Полессе, организованный управлением спорту и туризму гомельского В прошлом году я приехал в поисках материала для новой книги. Я был в Полесье, посетил Туров и Мозырь. Это те места, где я раньше не был, и я включил информацию о них в новую книгу. Знаете, я постоянно удивляюсь, что даже после 17 лет постоянных поездок в Беларусь я до сих пор нахожу что-то новое. О чем нужно рассказать? На прошлой неделе я был в Светлогорске, мои коллеги сказали, «Найджел, ты знаешь, что такое Красный берег? Нет, никогда не слышал. Мне рассказали об ужасных вещах, которые там происходили, и мне очень стыдно, что Красный берег не вошел в четвертое издание, но он обязательно будет в новой, пятой книге». Письменник высоко оценивает туристичный потенциал нашей краины и витая у ведения 30-ти дённого безвизового режима для замежных гостей. Географичный диктант пройдет у Беларуси 11 листопада. У Гомеле свои веды можно будет проверить во университете имя Франциска Скарыны. Для этого треба зарегистраваться на сайте Беларусского географичного товариства. С выниками работ можно будет ознайомиться на сайте проекта с 15 листопада. Географичный диктант у першиню пройшел у 2015-м годе у России. Все лета до акции долучатся больше, чем 80 краин. Подарим шанс. У Гомеле пройшла 13-я доброчинная акция. 75 живел, які засталися без господарского клопоту, волонтеры спробовали уладковать у доброй руки. С подробязностями Ганна Коральчук Ласкавые коты и котяняты отданные собаки и щенюки. Браты наши меньшие разного взрослого офарбовки и особенностей характера. У каждого из них своя сумная история вуличного життя. Некто был выгнан былыми господарами, а у других у Вогулі никогда не было дома. Выжить им допомогли волонтеры. Живелы находились на часовом утримания в их домах, как, например, двухгодовый тимми. Ее отловил отлов. И когда в группе появилась фотография нашего волонтера Алины, в клетке сидят, он самый маленький, забившись в клетку, сидел и смотрел умаляющими глазами. Ну, конечно, у меня самой слезы появились на глазах, я сказала, я его забираю. Его привезли лысого, голого, высушечное кожное заболевание, мы его долго лечили. Он превратился в холеного, прекрасного пса, которому я до сих пор никак не могу найти хозяина. Представленные на акции коты и собаки были прищеплены. Дорослые живелы стерилизованы. Их дозволяли гладить и брать на руки. Шмат людей покидали акцию со слезами на вочах, али без четвероногого сябра. Иншие, знаешь, шли ходованцы довольно худко. Не удержались и взяли себе друга. Сейчас будет новый член семьи. Завать ее буду Джина. Вот. Маленькая прелесть. Да, ей два с половиной месяца. Совсем ниже колена. Подтримали доброчинную акцию артисты и творческие коллективы города. А кроме того, на сцене волонтеры представляли гостям усех четвероногих годаванцев. Познайомиться с другими живелами, которые так само шукают дом, но не принимают эту работу акции. Можно было на тематичной фотосушке. На протягу доброчинной акции у фойе ГЦК дежурили ветеринарные урочи. Так само працавали специальные пункты, куды неабыяковые горожане могли принести корм и леки. Подчас акции новый дом знайшли 23 четвероноги. А усяго загады иснования волонтерского руху выратована больше как тысяча бездомных живел. Шмат зроблена поврошенних проблем. Однако на часовом утримании волонтеров по-райнейшему застается больше 200 котов и собак. Оказать допомогу волонтерскому руху может кожен. Для этого нужно вернуться к его керевнике Святланы Лапо. И мягчимо дякуючи вам будет захована маленькое житие. Ганна Корольчук, Василия Сепцов, телерадио компания Гомель. Это и так самая новинка вы можете знать на нашем сайте по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Вы смотрите де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Микроавтобус с рабочими из Гомеля и Кричева разбился под Калугой. Такую информацию сообщают СМИ. Отмечается, что белорусы ехали в Москву на вахту. Авария произошла около пяти часов утра на 86-м километре автодороги М3 Украина. По предварительной информации водитель уснул за рулем, съехал в кювет и врезался в дерево. На месте погибли три человека, еще шестеро госпитализированы. Посольство Беларуси взяло ситуацию под контроль. Далее к дорогам нашего региона в Турове уснувший водитель протаранил три машины, сбил пешехода и въехал в забор. Инцидент произошел на стоянке по улице Ленинской. Водитель управляя автомобилем Вольво совершил ряд столкновений с различными автомобилями стоящими на стоянке после чего совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесное повреждение и был госпитализирован в Житковичскую центральную районную больницу. Еще одно дорожное происшествие и снова пострадал пешеход. На этот раз в сводку попал Брагинский район. А именно 130-й километр автодороги Р-35 Калинкович Брагин, Камарин граница Украины. Вечером под колеса машины попал мужчина. 54-летний водитель управляет автомобилем Ауди, двигаясь по автодороге совершил наезд на 45-летнего мужчину, который двигался по проезжей части дороги. При этом не был обозначен световозвращающими элементами. С травмами мужчина был доставлен в больницу. По всем фактам ДТП проводятся проверки. Трагическая новость из Добружского района. В результате пожара в одной из квартир поселка Рассвет погиб пенсионер. К моменту приезда спасателей соседи самостоятельно ликвидировали возгорание. Тело хозяина обнаружили на полу в кухне. Известно, что мужчина состоял на учете как злоупотребляющий спиртным. И за неделю до трагедии ему предложили пройти лечение от алкогольной зависимости. Два нападения за месяц в Мозыре безработный пытался поправить свое материальное положение с помощью грубой силы. Ранее судимый 37-летний местный житель грабил женщин, которые в одиночку шли по улице. Злоумышленник подбегал сзади, затем закрыв рот жертвы и угрожая ей отбирал ювелирные украшения и деньги. Схема дала сбой уже на второй раз. Пытаясь скрыться после очередного нападения мужчина был пойман сотрудниками вне ведомственной охраны. Помощь в задержании оказала служебная собака. По данному факту Мозырским районным делом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 нынешним законодательством предусмотрена ответственность в виде ареста, ограничения свободы на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель прервал серию поражений в чемпионате Беларуси в высшей лиге. В 27-м туре зелено-белые в гостях сыграли ничью со Смолевичами. Все голевые события пришлись на концовку поединка на 86-й минуте ошибка голкипера хозяев на выходе привела к первому голу. Удержать победный счет команде Алексея Меркулова не удалось. Алексей Теслюк отданный Гомелем в аренду с Малевичем сравнял цифры на табло на 93-й минуте. Отметим, что в этом поединке Гомель прервал свою безголевую серию, которая насчитывала почти 600 минут, а также впервые за 6 встреч пополнил свою очковую копилку. В субботу 10 ноября зелено-белые на поле стадиона «Центральный» сыграют с футбольным клубом «Минск» начало в 16.00. Кстати, лучшая команда нынешнего сезона уже известна. Батэ оформил 15-е чемпионство. А вот борьба за серебро и бронзу еще впереди. Претендентов на оставшиеся медали хоть отбавляй. Столица и Оршанские ВИТ ночным поединком подвели черту под восьмым туром чемпионата Беларуси по мини-футболу в высшей лиге. Матч в Минске завершился в ничью 4-4. Гомельские команды ВРЗ и БЧ без особых проблем пополнили свой очковый запас. Вагоностроители обыграли столичную охрану Динамо 6-3. Железнодорожники не оставили камня на камне от Микошевичского гранита 8-3. Светлогорский ЦКК дома проиграл дорожнику 2-4. Сыграны очередные поединки высшей лиги чемпионата страны по хоккею. Гомель-2 в домашних стенах обменялся победами с солигорским шахтером. В первом поединке были сильнее гости. На следующий день хозяева взяли реванш. Рыси по-прежнему сохраняют первое место в турнирной таблице. На руку гомельчанам оказалась осечка ближайшего преследователя. Неман-2 в Жлобине дважды был бит дублем Металлурга 5-4 и 5-3 в турнирной таблице Сталевары на восьмой позиции. Гомельчанин Глеб Макаренко стал победителем престижного юношеского международного турнира по греко-римской борьбе. Состязания проходили в Швеции в городе Вестерос. Воспитанник Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств выступал в весовой категории до 60 килограммов. Глеб Макаренко провел 7 схваток, в которых одержал победы и завоевал золото. Всего в турнире приняли участие около 900 спортсменов. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Редактор субтитров А.Семкин